Ещё один пример мы рассмотрим, связанный уже с движением тела в жидкости. Предположим, у нас имеется какой-то сосуд, и этот сосуд поставлен на весы. В сосуде находится жидкость, а в жидкости шарик. Требуется определить, какими будут показания весов в следующих случаях. Даже мы сейчас будем не столь определять, сколько сравнивать, сопоставлять показания весов в следующих случаях. Первый случай. Шарик покоится. Причём шарик, мы будем считать, что он сначала подвешен на какой-то ниточке. Подвешен на какой-то ниточке. И шарик покоится. Плотность шарика будет больше, чем плотность жидкости. Ро шарика больше, чем ро жидкости. Первый подвешен. Второе. Шарик... Это первый. Второе. Шарик отпустили, и он опустился на дно. Третий случай, который мы рассмотрим, когда шарик падает вниз. То есть, ниточку, предположим, условно обрезали. Падение. Ну, давайте сопоставим показания весов. Если шарик просто лежит на дне, покоится, то весы показывают два состояния. То есть, первая составляющая связана с массой шарика, вторая связана с массой жидкости. То есть, то, что показывают весы на дне, N будет равно Mg, M шарика G, плюс M жидкости ножей. Это N2. Если шарик подвешен, плотность шарика достаточно велика, она больше, чем плотность жидкости, то здесь действует какая-то сила F. F натяжение. Поэтому к системе шарик-жидкость мы должны еще добавить вот эту силу натяжения. Здесь у нас действует сила тяжести Mg. Здесь действует масса жидкости. Еще действует M жидкости на G. жидкости на G. Действует сила натяжения. Внутренними силами являются сила взаимодействия между шариком и жидкостью. Внешними силами являются сила натяжения, сила тяжести. Ну и сила реакции опоры, естественно, N. Поэтому в подвешенном состоянии закон будет таким. N плюс F натяжение равно M шарика G плюс M жидкости G. и отсюда N1 равно N2 минус сила натяжения. То есть N1 оказалось меньше, чем N2. N1 ну и теперь самый интересный случай, когда шарик падает в жидкость. если до сих пор две задачи были задачами статики, то в случае падения шариков жидкости это задача динамики. При этом происходит изменение положения центра тяжести данной системы. объем жидкости при этом не изменяется и уровень жидкости остается прежним. Объем шарика один и тот же. Шарик целиком погружен в жидкость. Однако во время падения центр тяжести этой системы смещается вместе с шариком вниз. Поэтому можно написать что N3 ну давайте сумму всех сил напишем в проекциях на вертикальную ось тогда N3 минус M шарика G минус M жидкости G равно произведению массы на ускорение. Масса шарика и здесь еще будет присоединенная масса плюс M присоединенная на A. Причем A направлено вниз значит это будет со знаком минус. Ускорение направлено вниз. Отсюда N3 равно M шарика плюс M жидкости G минус M шарика плюс M присоединенная на A. И N3 оказалось меньше чем N2 N3 меньше чем N2 Ну, довольно просто понять, что вот эта величина вообще говоря меньше, чем сила натяжения. поскольку шарик падает с ускорением сила натяжения оказывается немножко больше. Потому что если бы то есть ускорения не было бы, если была бы сила натяжения. То есть это превышало бы вот эту величину. И соображение будет следующее, что N3, которое получается, оно должно быть в то же самое время немножко больше, чем N1. То есть если бы у нас действовала сила натяжения, она бы превысила вот эту добавку. И отсюда N3 больше, чем N1, больше, чем N2. Но меньше, чем N2. То есть вот такое соотношение между тремя силами в данной системе.